Мы примерно ожидали, какая нас ждет игра в бомбинге. Команда находится на третьем месте. Великолепная атмосфера, хорошее поле, хорошее время начала матча. Я считаю, что мяча, наверное, абсолютно закономерна. Наверное, хотя бы еще 0-0, по моему мнению, нельзя назвать скучной и нотой. Я думаю, что она была живая, динамичная, команды имели момент, но, к сожалению, завершающей ставить, наверное, не хватило. Ну, домашняя игра. Мы всеми фибрами души, как говорится, настраивались на победу. Но не получилось. По такой игре, естественно, все решает. Иногда один гол у нас было. Пару моментов вначале не реализовали. Поэтому, в принципе, и у соперника, у Булыги был момент. Поэтому, как ни старались, все-таки немножко нам сегодня не хватило в атаке скорости. Плюс, учитывая наши проблемы с составом, вышли молодые ребята, представители моего золотого дубля прошлогоднего. Ну, требовать от них чего-то сверхвозможного, наверное, сейчас нельзя. Молодые, это всегда игра, так сказать, в долг. Но, тем не менее, будем готовиться к следующей игре и настраиваться на последующие игры. Вот, собственно, мой комментарий. Спасибо за комментарий. Есть? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Алексей Александрович, сегодня на поле запомнили 7 игроков, а два, которых зашили. Вот. Ну, про таков не от того ли, не выразительная игра, особенно по второму даю. Безусловно, вы правы. По разным причинам у нас вывалилась вся линия полузащиты. Жуковский травмирован, Ковницкий дисквалифицирован, Комаровский ушел. Поэтому, ну, по сути, все полузащитники вывалились. Поэтому мне на этой неделе пришлось поломать голову над вариантами состава. Ну, понятно, что в такой ситуации, естественно, некоторые ребята играют не на свойственных им позициях. Ну, я же вы знаете, я жаловаться не привык. Поэтому, ну, как есть, так есть. Будем играть теми, кто есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!